Привет, друзья! Среда, 6 часов вечера, RusTV.net, как всегда в это время и в этот день, в прямом эфире передача «Кто вам платит?», но не простая на этот раз. Не удивляйтесь, что на месте привычного ведущего Эрики Сташкевич, главного редактора «РусTV.net», вы видите меня, журналиста новоснового редактора Андрея Тимофеева и моего коллегу. Привет, я Артем Липин. Я тут был на прошлой неделе, заменял Вадима Родиланова. Вадим все еще в отпуске, мы его с этим поздравляем, он отдыхает. А что случилось с Эрикой, Андрей? В церкви случилась уважительная причина, поэтому мы собрались здесь вдвоем. И мы поговорим сегодня о... Внезапно мы будем стараться не говорить о кино. Да, мы будем говорить о работе в целом. И поводом для такого диалога послужила инициатива, которая появилась на портале Manabals.lv. Инициатива эта связана с тем, чтобы уменьшить рабочую неделю до четырех рабочих дней вместо привычных нам пяти. И в качестве таких аргументов в пользу такой идеи показываются разные исследования и схожие эксперименты в других странах и городах мира, которые в большей части показывают, что переход на четырехдневную рабочую неделю делает труд более эффективным, люди более счастливы, при этом никаких особенных неудач в плане, не знаю, расходов для государства или падений по качеству труда. Ничего такого вроде как не наблюдается. И в целом мы решили поговорить как и об этой инициативе, так и о том, как у нас поменялся наш труд, наши условия работы. Потому что понятное дело, что ковид изменил многое. И сейчас вроде как ковид уже уходит понемножку. Хочется верить уже. Это не главная новость. Осенья не вернется. Да, и их как бы новые болезни, они, будем надеяться, тоже не станут таким же мировым мечом. И вроде как мы уже привыкли за два года к работе на удаленке и каким-то особенностям, встречам по Zoom, совещаниям и так далее. А сейчас мы вроде как возвращаемся к старой жизни, а какие-то вещи хочется сохранить. И вот как это изменилось или не изменилось, обо всем этом мы будем говорить сегодня. И мы вдвоем с Андреем и с нашими гостями. И, конечно, с вами. Вы можете оставлять свои комментарии под нашей прямой трансляцией на Фейсбуке. Еще вы нас можете смотреть на портале РУСТВН.ТЛВ. А, возможно, вы нас смотрите в записи в Ютубе на канале ДУО-7 или даже слушайте Спотифай. В общем, каким бы образом вы сейчас нас не воспринимали, всем еще раз привет и рады, что вы с нами. Андрей, что ты думаешь по поводу этой инициативы, прежде чем немножко вдвоем? Вот тебе бы четыре дня рабочих понравилось вместо пяти? Ну, вот ты понимаешь, сложно говорить, потому что мне кажется, что личный взгляд это все-таки очень относительная вещь. Я не могу говорить, пока я не попробую, пока я действительно не почувствую, это мою работу стимулирует или наоборот. То есть я почитал достаточно много материалов по теме, и там есть, в общем-то, и за, и против аргументы. Есть, например, такой момент, что, ну вот, когда человек уходит на пенсию, часто говорят, что это чуть ли не убийца для профессионала, это уход на покой. У него буквально пропадает там чуть ли не цель в жизни. И переходить такое на полностью спокойное, ну, безделье, наверное, не самое уместное слово, но все-таки отодвинуться от привычной работы, это может, ну, видимо, привести к какой-то депрессии. Может быть, наоборот. Человек привыкает к тому, что жизнь это не только работа. Ну, действительно, за два выходных что-то там в субботу отдыхаешь за рабочую неделю, а в воскресенье уже думаешь о новой. А так у тебя три дня, ты научишься хобби каким-нибудь, ты откроешь новые стороны жизни. Это говорили, можно волонтерить, можно заниматься, да, конечно, хобби, можно больше времени проводить с семьей, с друзьями и так далее, и так далее. Вот. Ну, вот как-то так. Я, к сожалению, про себя ничего не могу сказать, мне сложно. Как ты считаешь? Ну, мне очень кажется, что у нас с тобой такая профессия, что это у нас и так не сильно, не то чтобы нормированный, но не считая тех дней, когда мы сидим на смене, именно там с 7 до 15-30, условно говоря, на новостной ленте, по большому счету, ну вот сейчас я там пишу серию статьи, посвященных выборам, мне главное, чтобы статья была сдана к сроку. Ни мне, ни моему работодателю непринципиально я пишу это в рабочее время или ночью, или я какие-то там сутки напролет пишу, а потом вторые сутки отдыхаю. Главное, чтобы к сроку была сдана статья. И тоже относится, мне кажется, к очень многим профессиям. Мы, кстати, вот у нас первый гость, это будет автор инициативы этой, которая подана на Баус, Денис Мельхов, мы у него спросим обязательно. Но мне кажется, что есть профессии, для которых это не так актуально. Там те же учителя, врачи, строители, ну, в общем, какие-то... Заводы. Да, в общем, люди не привязанные к офису, я бы так сказал. Но при этом я действительно считаю, что очень много формализаторства есть, в принципе, в работе зачастую, в плохих рабочих местах. Когда, ну, у меня бывали работы, когда тебе нужно просто отсидеть. Ты уже все выполнил, все свои задачи, у тебя новых задач нет. Но ты еще там час-два должен делать вид, что ты работаешь. И это очень раздражает. И мне кажется, что дело даже не столько в четырехдневной рабочей неделе, сколько вот, чтобы приучиться к такому именно со стороны работодателей, даже больше, к более... Не то, что расслабленному взгляд на работу, но более дельному. Действительно, ну, вот если бы я был работодателем, ну, если работа выполняется в срок, ну, сидишь ты в офисе, не сидишь ты в офисе, делаешь ты это ночью, делаешь ты это темно, мне без разницы. Главное, чтобы было выполнено вовремя и качественно. И мне кажется, что как раз четырехдневная рабочая неделя, она и работникам немножко так подбивает, что то, что вы раньше могли растянуть на пять дней, сейчас вам нужно за четыре сделать. Ну, если там по неделям какие-то есть планы. И это возможно, оказывается. И ты так немножко на четыре дня собираешься, потом расслабляешься. Ну, опять-таки, я с тобой соглашусь, что пока не попробуешь, не узнаешь. Но вот те эксперименты, о которых я читал, они были больше с положительным взглядом на проблему, чем отрицательным. Даже оглянувшись исторически, то есть еще, казалось бы, сколько там, век назад, в принципе, был один выходной, а до этого выходных не было вообще. То есть такого понятия. Смотря у кого. Ну, про рабочие классы, если этот темат еще уместен. Я понимаю, о чем это. Действительно, шестидневная рабочая неделя и учебная, например, неделя. Учебная неделя вообще как бы оставалась еще. Уже, мне кажется, рабочие перешли на пятние работы, а ученики еще шесть дней в некоторых странах. Я даже помню, я, в общем-то, в школе у нас бывали по субботам короткие смены. Ну, это в твоей школе, Андрей. У нас с Андреем небольшой... Конфликт. Не конфликт. Спора долговпиловских школ, так мог бы и сдал. Кстати, по случайному совпадению, собственно, наш первый гость, Денис Мельхов, которым я говорил, он со мной тоже из одной школы, поэтому это не будет по-небрасному, я буду с ним говорить на «ты», Андрей уж не знаю, насколько позволит себе. Но да, как мы и объявляли, наш первый гость – это Денис Мельхов, собственно, автор инициативы, которая есть на «Анабал СЛВ». Вы, кстати, можете вполне себе, не знаю, зайти и подписаться, если вам вдруг... Если вы за. Если вы за. По крайней мере, чтобы она достигла ушей наших депутатов в СЭМе. Денис, привет. Здравствуйте, Денис. Привет. Я тоже тогда буду на «ты». Привет. Да, ну, в общем, Денис, если ты мог бы вкратце объяснить, почему ты подал эту инициативу, может быть, почему именно ты, или почему для тебя это вдруг стало актуально, и в чем ты видишь плюсы от перехода на четырехдневную рабочую неделю? Да, на самом деле, естественно, это не было так, что сидело вдруг ни с того, ни с сего, я так думаю, подамка инициативы. Это было, наверное, сподвинуться тем, что в последнее время в целом, как вы уже, ребята, упоминали, в новостях достаточно часто промелькивают из разных стран информацию на эту тему, да, что какие-то отдельные компании вводят, вводят какие-то города, и эти инициативы активно происходят в Европе, в Америке. И, соответственно, как бы это уже, в общем-то, на слуху, как мне кажется, да, по крайней мере, в Европе, да, и в Америке, и в Западном мире. И обсуждали тоже это с коллегами, эту идею. И как-то в ходе этого обсуждения решили, почему в Латвии, возможно, это не так активно обсуждается, как в каких-то других странах, почему бы не создать инициативу, так как есть Manobals, замечательный портал, и посмотреть вообще, что думают на эту тему латвийцы, и как много голосов получится собрать, да, если действительно есть в этом интерес, то продвинуться дальше на дальнейшее обсуждение в правительстве. То есть примерно так это. Ну, то есть это скорее даже, ты не то чтобы ожидаешь прям конкретного результата, а это скорее вот начать дискуссию в обществе. Да, ожидать конкретного результата, конечно, это было бы, наверное, замечательно, да, но, как вы, мне кажется, правильно заметили, что сначала надо попробовать. Как правило, все, по крайней мере, все, о чем я читал, все, что я видел, да, это начиналось всегда как эксперимент, да, какой-то трайл на там месяц, два месяца, полгода, да, и они смотрели результаты. Мне кажется, это, естественно, ну, всегда такой, можно сказать, научный подход, да, не прыгать там прям с головой вперед, а сначала посмотреть, на самом деле это хороший вариант или нет. Ну, то есть выбрать там какой-то отдельный городок, там, не знаю, условную Краславу или условную Елгову, и там сделать четырехдневную неделю, посмотреть, как этот город там себя чувствует через месяц-два. Да, это могут быть какие-то государственные учреждения, это могут быть частные компании, государства, возможно, могут создать какую-то программу, например, как это происходит в Шотландии, насколько я читал, у них это шотландская национальная партия, которая, в принципе, там абсолютное большинство имеет, да, она начала инициативу и выделила деньги даже из бюджета, да, для поддержки компаний, которые запишутся на то, чтобы, ну, на эту программу, чтобы перейти на четырехдневную рабочую неделю, для того, чтобы, ну, оценить успешность этого. Соответственно, я думаю, тоже это могли бы быть, возможно, некоторые компании в Латвии могли бы, так сказать, по волонтерству, да, попробовать это, чтобы могли, остальные могли бы оценить, да, насколько это успешно или нет. Ну, и учреждения государственные, как какие-то государственные, городские какие-то думы и такого рода организации. Ну, вот по поводу как раз государственных учреждений у меня еще был вопрос, потому что, по крайней мере, про те примеры, которые я читал, там это не так подробно обговаривалось, про частные компании понятно, они платят там месячную зарплату, для них это, ну, не так принципиально перейти на четырех-пятидневную, опять-таки, пока работа выполняется. Но если мы говорим про муниципальные учреждения, про ту же полицию, например, или про тех же врачей, то работа по выходным, она всегда доплачивается. И получается, что если мы переходим на чередове дневную рабочую неделю, то вот эти выходных становятся в полтора раза больше, и, соответственно, расходы увеличиваются. Плюс тоже еще не очень понятно, что делать с учителями, уменьшать ли тогда в таком случае и учебную неделю, или учебная неделя остается вот пять дней. Я не знаю, насколько ты подробно рассматривал вот эти детали, но если у тебя есть какие-то данные или мнения, то... Да, наверное, конечно, да, можно сказать, что это тоже в меру субъективный взгляд на это, так как я сам работаю в IT-индустрии, и, естественно, я на это смотрел в первую очередь, как сказать, со своей точки зрения. И у нас-то стандартно, да, 8 часов рабочий день, нету там никаких дополнительных переработок, какая-то возможность у врачей, да, они там могут делать дополнительные смены, выходные там, ненормированные графики. Естественно, в этом случае, если говорить о такого рода работе, ну, я думаю, там, это по-прежнему возможно, как эксперимент провести, да, просто надо подумать, естественно, чтобы люди, во-первых, там, не стали терять деньги. Мне кажется, многие в комментариях, да, и в целом обсуждениях высказывали свое беспокойство, значит ли это, как идея, что люди начнут получать меньше. Естественно, эта инициатива, она не предусматривает сохранение зарплаты, потому что, конечно же, просто срез людям часы и платить им меньше денег, это, ну, абсолютно не цель, я не думаю, что кто-либо на это согласился, да. Само собой, что это с сохранением доходов. Соответственно, то же самое, только какой же подход использовался бы, ну, и к полиции, врачи. С учителями тоже это интересный, на самом деле, вопрос, да, переходить тогда ученикам на 4 дня. Ну, думаю, мы начали, упоминалась уже школа, мы все учили в школе, это хороший вопрос. Могли бы ученики, на самом деле, учиться 4 дня в неделю? Как мне кажется, это вполне себе, ну, возможная задача. Допустим, пятница могла быть более, там, днем домашних заданий, да, когда они в свое время и занимаются самообучением, что вообще в целом очень полезный навык, да. Допустим, тот же университет, когда ты переходишь со школы-университет, ты резко замечаешь, как меньше тебя держат за ручку, да, и как нас, насколько больше личной ответственности. В каком статусе сейчас вообще инициатива? А сейчас она набрала, мне кажется, уже около 8 тысяч на данный момент там голосов. То есть, в принципе, может быть, благодаря этому эфиру мы это добьем до 10 тысяч. Поэтому в целом, да, мне кажется, и на мое удивление я не ожидал, честно говоря, особенно первую неделю-две, я точно не помню, как-то она там, ну, 100 голосов, потом там 200 стало голосов, ну, окей, как бы, видимо, не так сильно это, наверное, интересует, да, а потом резко это просто взорвалось, там буквально за каждый день там тысячами начали голоса прибавляться, то есть интерес явно появился, да. 10 тысяч, я правильно понимаю, это подача в СЕИМ на рассмотрение. Да. СЕИМ обязан рассмотреть, да. А может быть такой вопрос, а твои работодатели, увидев такую инициативу от своего работника, не стали задавать тебе вопросы, что, что это ты, Денис, отдохнуть, что ли, хочешь? Там не было таких разговоров? Это хороший вопрос. Пока что не было, но у меня в самом деле такая мысль пробегала, да, это такое, когда это так все резко, ну, инициатива-то тогда стала настолько популярной, мне это мысль побежала, да, как в какой-то момент, возможно, у меня стоит разговор с моим начальством, да, на эту тему, да, но, надеюсь, они как-то воспримут это с пониманием, да. Ты сказал, что ты сейчас в IT работаешь. IT-сфера, она там по своим каким-то рабочим принципам, насколько я знаю, я там в IT-сфере не работал, но у меня много знакомых, она находится немножко впереди, то есть там, если для нас всех работа на удаленке и собрание по Zoom, это была новинка 20-го года, то там многие IT-компании так чуть ли не всю жизнь работали, особенно учитывая, что они, ну, редко сосредоточены в одном офисе. Вот конкретно там в твоем случае или в случае твоих коллег, знакомых, вы заметили какие-то изменения в рабочем процессе, во время ковида, после ковида? Что-то сдвинулось в такую более прогрессивную сторону или, наоборот, вы откатились сейчас обратно, как многие? Наверное, однозначно то, что ковид очень поменял это отношение к удаленной работе, да, если раньше все равно до ковида, она была гораздо, да, наверное, более развита в IT-сфере, без сомнения, да, это было более приемлемо, допустим, все-таки какие-то личные дела, еще что ты можешь спокойно взять день-два и там работать с дома, да, и потом вернуться в офис, и это было абсолютно приемлемо, да, но все равно это не было как такой прям нормой-нормой, ну, все равно в многих компаниях, по крайней мере, где я работал, да, то во время ковида и после ковида появилось какое-то осознание, что это нормально, и это осознание еще подкрепилось тем, допустим, я во время ковида работал, еще был не в Латвии, работал в Англии, в большой компании, то есть там многотысячная компания, да, и это технологическая компания, да, и большое беспокойство было в том, что когда начался ковид, что будет спад производства из-за того, что все работают с дома, да, то есть изначально уже менеджеру уже, уже шел разговор, типа, что все в порядке, мы ожидаем, что у нас производительность труда упадет, это все в порядке, не беспокойтесь против, ну, мы не будем это против вас, как бы, держать, что вот вы не выполняете работу. В итоге прошел год, и получилось так, что абсолютно никакие наши, все, что мы, продукты, наши релизы продукта, которые шли там каждые, там, три месяца, да, не было никаких проблем ни с одним релизом, все выходило вовремя, все выходило, как и было полностью до этого. Соответственно, это было такое, как бы, открылись глаза, что работать с дома абсолютно приемлемо. Мы нанимались новые люди, они вливались в команды, никаких проблем у них не было, релизы продуктов выходили, как они выходили до этого, без каких-либо задержек, каких-либо проблем. То есть это просто стало таким открытием, открыли глаза на то, что на самом деле это абсолютно приемлемый вид работы. И поэтому то же самое, я думаю, что можно делать шаги дальше на какие-то вещи, которые, да, с начала индустриализации, да, пятидневная рабочая неделя, которая уже там сто лет, да, и мы как бы привыкли к ней, и мы считаем, что вот это абсолютно такой вот уклад, да. Но, возможно, мы, ну, надо тоже вот этот вот шаг вперед, попробовать снова и понять, что на самом деле, допустим, четыре дня вот работать настолько же хорошо, насколько пять дней, да. И все-таки, я думаю, мы все знаем, когда ты отдохнул и ты приходишь, значит, занимаешься работой, у тебя есть какой-то больше запал, да. Если ты решаешь особенно работу какого-то креактивного характера, решение проблем, то иногда эти проблемы могут решаться гораздо быстрее. Ты можешь уставший сидеть там часами, смотреть, да, на эту проблему и ничего не сделать. А отдохнувший свежий, там, час готовый, у тебя приходит какая-то идея. Поэтому, возможно, это даже с точки зрения работодателя, я спрашивал про работодателя, это может оказаться не в минус работодателям, а в плюс. И тому, как упоминали многие из того, что я читал исследования, которые проходили с компанией, типа Microsoft, которые IT-компании в Америке, в Европе, ни одна компания из всего, что я читал, нигде ни разу не видел, чтобы кто-то из них сказал, что у них продуктивность упала. То есть мне еще предстоит найти пример, где продуктивность упала после этого эксперимента. Но, опять же, это, конечно, была сфера специфическая, это было IT, финансы, такого рода сфера. Слушай, это, наверное, такой последний вопрос. Он просто мне сейчас в голове возник, когда ты говорил про то, что отдохнувший, прийти на работу. Я почему-то, когда готовился к этому эфиру, у меня в голове было вот три выходных дня, что они подряд пойдут, там, условно, пятница, суббота, воскресенье. Но сейчас я подумал, что три выходных дня, это же, может быть, и среда, суббота. Так уже и делают. Вот, да, и я понял, что если так... Есть по середине недели, то есть понедельник... И какой вариант предпочитаешь? Три подряд выходных дня или один по середине недели и два привычных? Ну, наверное, чаще все-таки это три подряд. Я думаю, я бы лично склонялся к три подряд, но я знаю, да, у разных людей могут на это разные взгляды, и там, возможно, это открыто для обсуждений, да. Но, наверное, три подряд, да. Еще один такой момент хотел бы упомянуть тоже насчет четырех дней. Такой важный такой момент, который месседж от компании шел, да, то, что как используется еще четыре дня, как интересен такой инструмент, инструмент привлечения таланта. Потому что все это на данный момент это еще, это новая вещь, и она не настолько активно распространена, да, поэтому, когда компании предоставляют вот этих четырехдневную рабочую неделю, один из инструментов они используют, это для действительно, чтобы, во-первых, задерживать работников, которые у них уже есть, да, чтобы они не уходили. И второе, это чтобы привлекать новых. То, что если у тебя есть выбор, идти между двумя компаниями, одна из них предлагает четыре дня, другая пять, да, ты однозначно, ну, выберешь там, наверное, где четыре, да, потому что, ну, звучит лучше для тебя, когда. И это привлечение таланта, привлечение, возможно, таланта и из-за рубежа, если бы мы начинаем это делать, да, наши, допустим, соседние страны, они выбирают, куда бы они поехали бы в Европе, да, заниматься своей профессиональной деятельностью. И я думаю, что для Латвии это был бы такой, ну, как это сказать, выигрышный такой аргумент, что ехать в Латвию, а не куда-то другое место, потому что в Латвии есть, ну, как бы, это прогрессивная инициатива. Тоже интересный взгляд, да, о котором я не задумался, о таком международном престиже. Спасибо большое. У нас на связи был Денис Мелехов, автор инициативы о четырехдневной рабочей неделе. Намана Балсове, если вы действительно хотите добить до 10 тысяч голосов эту инициативу, чтобы наши депутаты ее рассмотрели и, может быть, приняли. Вот ты, кстати, оставил свой голос на инициативе? Я поставил. Ты поставил уже? Я еще пока нет, я еще в раздумьях. Я не уверен, честно говоря. Но вот это меня все больше убеждает, потому что, конечно, из другой стороны. Но я не агитирую, ездишь там. Ну ладно уже, это же не политические партии, можно и поагитировать, чего уж тут, если ты считаешь. А вот в целом, дайся задуматься, что какие-то вещи у нас общеприняты вроде как в работе, ну, вот такие, как пять дней рабочих дней, приходите в офис, быть на рабочем месте и так далее. Какие-то поменялись из-за ковида, какие-то вот мы сейчас с такими инициативами. Есть что-то в работе, Андрей, что-то такое? Тебе кажется, что всем кажется вообще принятым, а ты такой, надо отменить. Ну, я пришел работать, ну, во-первых, вот сейчас я работаю в СМИ, это первый раз в жизни, когда мне нужно, когда я работаю именно в офисе. До этого на всех работах, где я был, это были, ну, рабочие места, но их не назвать было офисом, то есть где я там сижу за столом и что-то делаю. Вот, и я пришел как раз в разгар ковида. Осень 2020 года, где мне сразу сказали, мы работаем из дома. Говорю, окей. Вот. Мне было здорово. И когда ковид немножко сдал обороты, слава богу, нам, ну, нам мягко сказали, что теперь нужно, ребята, приходить. Нам сказали, что два дня нужно быть в неделю в офисе. Да, сначала это был один, теперь два. Вот. И да, но я не скажу, что я адепт этой идеи и огромный какой-то восторг насчет нее испытываю. Вот. И дом для меня до сих пор это самая комфортная среда, в которой я могу работать. Ну, вот, честно говоря, мне пришлось... Я начал работать в СМИ, правда, в другом еще до ковида. И, честно говоря, мне надо было немножко себя поломать, потому что все-таки дома, ну, дома, ну, как-то не знаю, ну, даже какие-то такие мелочи, что там зайти проверить, там, соцсети, еще что-то. На работе тебя немножко останавливает, что, ну, ты на работе все-таки, тем более, сзади еще может что-то пройтись, начальство, например. Я слышал про такое, но вот... Ну, я не могу сказать, что мне это принципиально, что я когда в офисе, я там, трудовая пчелка, а дома ленюсь и лежу, вообще ничего не делаю. Это не так. Но все-таки разницу я чувствую. Ну, и плюс все-таки в офисе чуть быстрее коммуникация проходит. Я тоже не то, чтобы я большой адепт офисов, но там вот два дня в неделю, мне кажется, достаточно адекватно собираться, особенно, когда есть там что обсудить. Ну, то есть вот те же самые статьи мне с Эрикой обсуждать удобнее, чем... Удобнее вживую, чем по скайпу или даже созвонившись. Плюс в этом точно есть, да. Вот. Поэтому, но с другой стороны, мне кажется, вот из таких общепринятых вещей, которые, мне кажется, о чем можно было бы подумать, кроме вот таких, не знаю, рабочих... Ну, вот эта вот приверженность к сменам именно, опять-таки... Понятное дело, что там речь идет о новостниках, если ты не вышел к 7 утра в смену, а в 7 утра что-то произошло важное, то как бы это твой косяк. Но во все другие... Ну, вот у меня время написать статью, начну я в 9 или в 17 закончу, или я начну в 11-19 закончу. Ну, какая разница? И я рад, что, кстати, вот в ТВН-те это не такой принципиальный вопрос, но я знаю, что и рабочие места, но и у меня были, и у тебя, наверное, были, когда вроде как это не кажется важным, и мне хочется вот, чтобы к этому более расслабленно относились работодатели. Ну, давай дадим слово нашему второму гостю. Это Ричард Крижановский, организатор конференции Future of Jobs 2022, основатель компании Upmatched. Ричард, здравствуйте. Да. Здравствуйте. Ну, прежде всего, что вы сами думаете об этой инициативе и возможности введения ее конкретно в Латвию? Ну, на самом деле, эта инициатива действительно очень интересная. Я думаю, это во всем мире не новость, что гораздо много и компаний, и государств пытаются найти возможность, как перейти на 4-х, дневный рабочий день. Понятно, я думаю, в этом случае это действительно очень звучит громко, и тут надо понимать, что это, ну, тут не будет такой вариант, что одно решение подходит совершенно всем. Уже правильно, мне кажется, в этой дискуссии мы говорили, что это действительно зависит от индустрии, зависит от специфики работы и от множества других факторов. Но в каких-то конкретных ситуациях, опять же, та же IT-сфера, те же самые люди, которые работают в офисах, я думаю, это достаточно большой аргумент, почему выбирать одного работодателя, а не другого. Что мы видим сейчас на рынке труда, у нас во многих индустриях не хватает людей, да, то есть действительно работодатели борются за внимание и за кандидатов, и я думаю, это один из тех вариантов, один из тех способов, как можно привлечь внимание людей, и может быть, даже бороться за талант не только внутри страны, но и, как Денис правильно сказал, это может быть как хорошим аргументом людям больше смотреть, чтобы приехать работать сюда в Латвии. То есть, там есть очень много интересных аспектов в этой идее, но понятно, также много проблем и непонятных вопросов, как ее действительно реализовать. Но вот просто то, о чем вы говорите, особенно говоря, конкуренции внутри страны, ведь, насколько я понимаю, никто не запрещает работодателю сделать у себя конкретно в офисе четырехдневную рабочую неделю, опять-таки, с целью привлечения людей, с целью повышения эффективности, но я, честно говоря, не слышал о таких случаях в Латвии, что какие-то компании вот так вот заявляли, что у нас работают четыре дня в неделю. Может, так и есть, просто, ну, мимо моего радара прошло, но вот, может быть, вы нам расскажете, есть ли какие-то компании, которые какие-то вот такие принимают прогрессивные решения? В основном еще не готовы и боятся, о чем я слышал, какие варианты есть. Много людей же готовы работать, на самом деле, четыре дня, учитывая то, что они за пятый день не получают зарплату, то есть, соответственно, 20% зарплаты отнимается, они говорят, хорошо, у меня будет четыре рабочих дня, но я хотя бы чувствую себя лучше и работаю, грубо говоря, меньше полной ставки. Но компания еще не готова, но это хороший вопрос, я думаю, тут всегда надо либо какой-то внешний фактор, который поможет принять это решение компаниям поэкспериментировать, либо какие-то внутренние факторы, я думаю, это вопрос о продуктивности, понятно, все боятся и не знают, это хороший пример с COVID-19, опять же, казалось, что COVID может и работа из дома может уменьшить продуктивность, и поэтому, я думаю, так медленно до COVID-19 все переходили. Где-то что-то было, отдельные компании что-то предлагали, но действительно это было мало, сейчас это все стандартная практика, почти в каждой компании есть такая возможность. Я думаю, тут тоже необходимо, может быть, какой-то внешний фактор, надеюсь, не следующая пандемия, что-то ужасное. Ну вот такая инициатива, например. Ну вот может быть такая инициатива, которая сподвигнет компании, хотя бы парочку из них, сделать такой эксперимент и поделиться, что главное результат, сказать, ну действительно, как у них с продуктивностью, в их контексте получилось это или нет. То есть, ну я надеюсь, что такие эксперименты будут и надеюсь, что они удадутся и будем смотреть, какие будут результаты. Если мы начали про COVID, то сейчас мир вообще таком живет в турбулентном времени, скажите, это наверняка как-то повлияло на тенденции в трудоустройстве, а вот конкретно что произошло? Ну, знаете, вообще, если мы говорим о работе и трудоустройстве и вообще компаниях, сейчас у нас проходит три таких больших революции в сфере вообще, как мы работаем. Это первая революция, это технологическая, то есть компания внедряет все больше и больше технологий и нам на работе необходимо все больше использовать, понимать технологии и с ними большую часть своего времени работать. Вторая большая перемена это перемена целей и значения работы. Особенно молодым поколениям мы видим, что гораздо важнее становится почему они делают эту работу, а не настолько что они делают именно, чтобы зарабатывать деньги. То есть очень важно, чтобы эта работа все больше людям приносила какое-то чувство, что они делают что-то полезное не только для себя самого, зарабатывая деньги, но и для общества и для этого мира. И третье это большая перемена трудоустройства идет в плане именно видов работы, но мы уже говорили про тот же самый COVID, что мы больше не работаем с офиса, работаем совсем по-другому в другое время, ну и даже может быть меньше. В плане экономических и макроэкономических показателей понятно то, что я думаю, если мы говорим про латвийский рынок, то мы сейчас находимся в достаточно сложном положении, у нас во многих индустриях не хватает людей и в каких-то регионах, в каких-то индустриях люди не могут найти работу. То есть у нас достаточно есть большая несовместимость что ли именно того, где есть люди, что они умеют делать и где люди нужны. И тут уже немножко это совершенно другая тема, но достаточно сложная тема, это как уменьшить вот это разногласие того, что люди умеют и где они нужны и действительно помочь людям перейти в правильное русло. А вот как одну из тенденций можно назвать пример, о котором вы говорили, что люди готовы отказываться от части зарплат, но чтобы у них был больше выходной, чтобы у них там условно говоря ментальное здоровье было покрепче. То есть вроде как по вашим словам так выходит, что люди стали больше задумываться о своем самочувствии и вот такой заработок это больше не самоцель. Мы можем сказать, что это тоже не единичный случай, а какая-то тенденция самоосознанности какой-то. Ну, опять же, если мы смотрим глобальные какие-то исследования, то да, ментальное здоровье становится все важнее для людей и они все больше и выше ставят это, выше зарплаты. То есть там очень много факторов, которые люди сейчас глобально ставят выше, особенно я говорю про миллениалов и джен-зи, то есть более молодые поколения, а для них это действительно становится все важнее. Тут сложно говорить про всех, опять же, это зависит от того, в какой индустрии вы работаете, какая ваша работа и в конце концов какая ваша зарплата. У многих людей реальность такова, тут даже если они хотели бы работать 4 рабочих дня за меньшую ставку, они это не могут себе позволить, потому что надо платить за счета и все остальное. То есть там очень много факторов, но если мы так будем обобщать и обобщать про молодое поколение, обобщать, куда работа движется, то действительно приоритеты уже ставятся немножко по-другому. Зарплата, она становится все ниже, все выше становится баланс между работой и жизнью, ментальное здоровье, все выше становится возможности себя развивать и стремиться к новым знаниям. Ваша конференция называется Future of Jobs, и я вот уже несколько лет слышу о том, что там 70% всех трудоустроенных буквально в ближайшие там 10-20 лет станут не нужны, потому что всех заменят роботы, всех заменят роботы, там Tesla, которые сами ездят, доставляют все грузы и прочее. Вообще вот, ну, если это странные шутки, то ладно, а вот конкретно на какие профессии сейчас повышается спрос, ну, конкретно у нас на... Вот вы сами сказали, что есть какие-то, где не хватает людей, а где-то наоборот переизбыток людей, может быть, вы можете вот разграничить эти сферы. Да, ну, во-первых, про первый комментарий, мне кажется, важно сказать, это достаточно большой миф в том плане, что мы действительно слышим очень много исследований и ученых, и кто только не говорит, что роботы придут и отнимут нашу работу, роботы придут и отнимут нашу работу. Что надо понимать, те же самые роботы и технологии, они еще больше возможностей для работы для нас создадут. И тут главная задача в том, чтобы мы, как общество, как люди на рабочем рынке обучались навыкам, которые нам будут нужны на этих работах будущего. И эти навыки, они другие, они другие, о тех, которые нужны нам сегодня. И этот вопрос, как переквалификация и обучение новым вещам, он становится особо важным. Потому что, если мы это не сделаем, то этот разрыв на рынке труда, о котором я уже говорил, будет больше и больше. Все больше будут работодатели, которым очень нужна рабочая сила, и все больше будет людей, у которых нет работы. И будет этот парадокс, где мы не сможем найти особо выхода. Поэтому очень важно развивать эти навыки. И эти навыки, они на самом деле не только технические. Понятно, очень большой спрос идет на IT-сферу, да, то есть технологии, это все, что связано с программированием и пониманием технологий, работа с данными. Это огромная категория, которая очень нужна, но это не единственная категория. Тоже это один из тех же мифов, что кажется, вот если я сейчас не программирую, то у меня там особо будущего нет. Что интересно, что эти технологии, которые перенимают у нас работу, они перенимают именно вот эту автоматизированную работу или стандартизированную работу. Все больше ценностей, у таких очень человеческих качеств появляется все больше и больше ценностей. Что я имею в этом виду, есть категория таких гибких или мягких навыков, да, то есть очень часто говорится, как мы общаемся с другими, наша эмоциональная интеллигентность, как мы понимаем других людей. Это категория навыков, которые становятся все более важнее, потому что это те вещи, которые роботы у нас отнять не могут. и скорее всего в ближайшие 10-15 лет не появится еще настолько искусственного интеллекта, который сможет настолько хорошо понимать других людей и понимать вещи и, скажем так, эмоционально все это воспринимать, насколько делают это люди. Поэтому это очень важная тема. Но опять же, если мы думаем о рынке труда в будущем, главной категорией, я думаю, это всегда будут технологии данной и все, что связано с этим. Вторая категория это всегда по продаже, маркетинга, обслуживания, работа с людьми, то есть достаточно много. Если мы говорим в контексте Латвии, у нас, я думаю, еще долгое время будет нехватка и в сфере медицины, и в строительной категории, но это опять же больше уже специфически наношение труда. Такое общее пожелание это главное, во-первых, развивать свои навыки постоянно, потому что нам это всем, как общество, будет сейчас необходимо делать гораздо больше и гораздо шире, и развивать не только технологические навыки, которые, понятно, очень ценные, но и думать о таких мягких, гибких скиллах, навыках, которые нам помогут удержаться на рынке труда. Ну вот еще такая сфера, которую вы не затронули, а при этом, я помню, в свои школьные годы еще слышу, что это нехватка, и мне кажется, вот до сих пор это все нехватка, это профессии, связанные с таким конкретным физическим трудом, такие, для которых, может быть, не нужно высшее образование, но вот получаемые в профессиональных технических училищах, и с одной стороны, вроде как, всегда нехватка, с другой стороны, кажется, что вот это как раз есть, а сфера работ, про которую можно сказать, вот как Андрей говорил, что там технологический прогресс, ну ладно, понятно, роботы, Tesla, это еще может не про Латвию, но какие-то все равно машины, программы могут заменить, вот по этому поводу, что вы можете сказать? Да, ну, действительно, по данным нам не хватает, правильно говорить, профессионального, людей с профессиональным таким техническим образованием, которые могут делать, ну, такие практические вещи, и я думаю, технологии туда войдут, но они войдут не в том формате, что ты в один день придешь на работу и там между тебя робот делает то, что ты раньше делал, это скорее всего у тебя, ты будешь работать вместе с технологией, то есть тебе надо будет освоить какой-то новый инструмент, какую-то новую программу, которая тебе поможет сделать вещи лучше, то есть это, опять же, и там уже фантазия может далеко идти, это может быть AR-видение, то есть какие-то очки, которые ты надеваешь, которые тебе показывают как лучше вещи делать и ты дальше сам это делаешь, либо это что-то, что ты можешь делать через свой телефон, тоже какие-то подсказки, я думаю, это интеракция с технологиями там будет больше и этим людям тоже нужны будут эти навыки работы с технологиями, понимания технологий, но как такова эта работа, я думаю, так быстро не пропадет, понятно, я сейчас больше говорю может быть 10-15 лет, дальше уже очень сложно смотреть как этот мир изменится и насколько быстро это все поменяется. Я бы хотел последний вопрос задать, я вот вспоминаю своих родителей, которые как бы всю жизнь, сколько себя помню, они проработали в принципе на одной работе, такие советские трудяги, у которых, мне кажется, совершенно отсутствовало какого-то понятия профессиональных амбиций, амбиции роста профессионального и, например, я за собой тоже замечаю, я не очень люблю перемены и как вот, ну, мне кажется, это вопрос поколений, но не только поколений, но и мировоззрения и характера, как вот таким людям встроиться в грядущее будущее? Да, ну, действительно, тут надо понимать, что перемены будут ждать всех, особенно тех, кто хочет удержаться на рынке труда и тут надо смотреть, что мы уже прошли тот этап нашего мира, где мы можем выбирать одну карьеру на всю жизнь, да, то есть это как, например, ваших родителей, ты еще, наверное, в школьное время выбираешь это направление, получил эту профессию свою первую и там до конца жизни работаешь во многих, во многих вариантах в одном и том же компании. Сейчас мир немножко устроен по-другому, нам надо быть готовым прожить несколько жизней карьерных, то есть это одна карьерная жизнь, может быть, в одной индустрии, делая какую-то конкретную работу, либо часть какой-то группы работ и надо быть готовым ментально меняться и осваивать новые вещи. Опять же, почему это так важно? Потому что если мы сможем это сделать, если мы сможем эффективно перестраиваться между этими карьерами и принимать новые знания и вещи, то у нас уровень жизни тоже изменится достаточно сильно. обучение и эти новые навыки, которые нам сегодня нужны и будут нужны завтра, это наш ключ к такому достаточно обеспеченному и хорошему будущему. Если мы будем пытаться держаться за свою нынешнюю карьеру и профессию, мы видим, как она меняется, может быть, выходит из из оборота и не настолько нужна людям, то это будут те профессии, где зарплата не будет меняться, если не падать, и это будет тот образ жизни, который будет достаточно сложным. То есть, то, что я действительно хочу посоветовать каждому, это не прицепляться к какой-то конкретной профессии, к какому-то конкретному ремеслу и одному работодателю, а пытаться идти много со временем. Если вы видите, что рынок меняется, появляются новые возможности узнавать у государства, у своего работодателя, как вы можете обучаться новым вещам и пытаться перейти на эти новые работы, потому что это вам откроет тоже новый уровень и качество жизни. Спасибо большое. С нами на связи нашим вторым гостем был Ричард Крыжановский, организатор конференции Future of Jobs 2022. Ну, кстати, вот как раз-таки об этих человеческих качествах. Раньше же было это подсходится, что хороший человек не профессия. Вот сейчас кажется, что все-таки профессия. Но в том плане, что без этого, даже если брать нашу с тобой любимую сферу кино, вот эта самая культура канцелинга, кроме профессионализма, нужно еще быть достойным человеком. И в принципе этот институт репутации, мне кажется, развивается и развивается, и все больше становится. То есть, особенно в Латвии, достаточно маленькая страна, но тот же наш рынок СМИ, скажем, не то чтобы меня взяли по знакомству, но помогло, что там кто-то знал меня и мои профессиональные качества. И если бы я был бы нехорошим человеком, точнее, вернее, если бы я хуже скрывал, что я нехороший человек, то меня бы, может быть, и не взяли бы сюда, я бы здесь сейчас не сидел. Я не удержусь перед нашим следующим гостем рассказать немножко из своей личной жизни. Я, например, столкнулся с этим. Моя первая такая полноценная работа была киномеханик в кинотеатре еще на пленке. И когда ворвалась дигитализация, мне, в общем-то, сказали, ну, извини, у нас теперь автоматика все делает и как бы немножко не нужен. Но я смог встроиться и научиться работать с уже цифровой эпостасией этой сферы и, в общем-то, дальше еще проработать несколько лет киномехаником уже в таком виде. А я еще хотел сказать, что не про поколение, мне кажется, даже дети идет, вот когда про смену работы, а это даже еще и про человека и про сферу работы. Там моя мама, она преподаватель, воспитатель в Литинском саду, и она вот как в 92-м начала работать в одном детском саду, так до сих пор там работала, не раньше, чем в 92-м. А папа мой сменил несколько профессий, ну, хотя последние там лет 20 он уже в одной сфере работает. Вот я там к своим почти 28-ми, мне кажется, в 4-5 разных сферах поработал, прежде чем устроился здесь. Так что, ну, это такое большое, связанное с поколением, мне кажется, больше именно с направлением и человеком личным. Что-нибудь все у нас. Да, действительно. Наш следующий гость Янис Кропс, представитель Светбанк. Почему именно Светбанк? Да, это не реклама. Потому что по версии портала Севи Онлайн предприятие названо лучшим работодателем 2021 года. Янис, здравствуйте. Расскажите, за что вам такая честь? Добрый вечер. Ну, такая честь, наверное, потому что это все-таки опрос работников как нашей компании, так и других компаний. И там, как сказать, всегда эта версия идет о том, как этот работодатель этот опрос делается. Ну, там, во-первых, там мерится и репутация предприятия, значит, насколько люди слышали о нас, насколько они понимают нашу работу, какая наша репутация, как они видят наше руководство, там, не знаю, как они ценят зарплаты предприятий, все такое. И, ну, Светбанк уже получил топ работодателя Латвии уже четвертый год подряд, а в финансовом секторе уже десятый год подряд. Так что, я думаю, тут такая тенденция понятная и, наверное, почему надо рассказать. Ну, во-первых, Светбанк очень думает насчет своих работников, например, как мотивировать. И вот я слушал, что Денис Ричард рассказывал, например, то же самое. Ну, готов ли кто-то отказаться от зарплаты, чтобы иметь еще один выходной день. Я сидел, думал, но если это этот интерес только в том, чтобы я имел этот дополнительный день, что бы я с этим днем сделал? Экономисты сказали, в Латвии, так как мы зарабатываем в среднем на Европе ниже уровня, чем в среднем Европе, люди берут еще одну работу. Значит, мы хотим иногда выходные, чтобы поработать еще где-нибудь и заработать еще больше. И вот, наверное, вопрос, что мотивирует людей? Вот, например, удаленная работа. Где-то 2-3 года назад, если вы предлагали удаленную работу, это была бы мотивация. Теперь, если вы в вакансии напишите, что у нас есть возможность работать удаленно после ковида, я думаю, все будут смеяться и скажут, ну, здрасте, пришли 2 года уже запоздновато. И вот, например, очень интересно то, что всегда этот эластичный подход к работнику. Конечно, есть сферы в банке, где невозможно работать удаленно, потому что эти критические функции, например, мониторинг карт, чтобы не было жульничества, все такое, это только на месте, там уж никак. Это сменная работа 24-7, и там даже не то, что 4 дня работать, там просто смены идут подряд. Но есть и другие профессиональные качества, например, и вакансии, например, моя работа, я могу работать и не с офиса, потому что я вот сижу с вами, разговариваю сегодня с офиса, но я бы мог это делать с любого места. Но опять, например, есть и 8 часов в день работы, но в то же время, если у меня есть какие-то вопросы, которые я должен решать по пиару для банка, я работаю и субботу в 11 вечера, так что это такова моя работа. Ну вот, и вот этот эластичный подход в чем отличается? Например, у нас уже с 18-17 года был очень хороший подход, например, если у вас семья, если вы хотите там с детьми проводить время, если это ваша работа позволяет, вы не обязательно должны приезжать в офис. А у меня коллеги есть, которые принимают участие в некоторых совещаниях, они просто этот час пользуются, чтобы идти пешком где-то, ну вот проходиться. Второй момент, что для меня было сюрпризом, ну шведская компания, я никогда не знал, что шведы тоже, как среди многих стран имеют съездку, это называется фика у них, и, например, они тоже говорят, поработал где-то час-полтора, пойди 15 минут, просто растяни ноги, просто, не знаю, сделай там приседания какие-то, попей кофе, просто поговори с коллегами, сделай эту паузу, потому что это более эффективно. Час поработал, 10 минут отдохни. И мы, наверное, все уже поймем, то же самое в ковидное время было, когда, ну если там 3-4 часа подряд, удаленно работая, надо сидеть в MS Teams или в Zoom по совещаниям, но второе, второе, третье совещание вы уже не слушаете, что люди говорят. Вот поэтому, я думаю, это все целесообразно, получается, что вот люди это ценят. Еще один фактор, конечно, зарплата. Светбанк вместе с фонтес, фонтес предприятие, которое делает обзор зарплат ежегодно, они, по-моему, 360 компаний в Латвии делают опрос, какие зарплаты, сколько мы планируем индексацию этих зарплат, и все такое. После этого эти результаты берутся на учет, мы смотрим, насколько мы отстаем, или насколько мы впереди среднего уровня. Значит, если мы уже позади, мы можем чуть-чуть эту зарплату поднять, чтобы мы были конкурентоспособны и уровнем Латвии. Ну, конечно, и это ценится, наверное, с наших работников, потому что они понимают. Ну, например, сам. Смотрю иногда вакансии, я вижу по зарплатам, предлагается ниже зарплата. Конечно, это влияет на мою мотивацию. Так что этих факторов очень много. Ну, вот, кстати, про зарплаты говоря, при всей, там, не знаю, эластичности и так далее, но мы понимаем, что сейчас цены повышаются быстрее, чем раньше, а лето пройдет, и начнется отопительный сезон, и там уже вообще никто не знает, что будет и так далее. Если даже говорить не конкретно про Светбанк, а в целом, не знаю, на рынке, вот если вы следите, насколько работодатели готовы увеличивать зарплаты, улучшать какие-то условия труда, учитывая грядущую тяжелую жизнь? Или так как эта тяжелая жизнь застанет для всех, то и работодатели тут ничем особенно помочь не смогут? Знаете, в вопросах Фонтес, они берут на учет инфляцию, например, дополнительно Светбанк не только берет на учет инфляцию, но еще и махоэкономический прогноз, так как мы имеем своих экономистов, но для нас это очень просто. Просто спросил наших коллег, дай свой прогноз на следующий год по зарплатам, и это берется на учет. Но опять, в этом году я бы сказал, не надо ожидать, что какой-то работодатель сможет вам компенсировать инфляцию, которая в данный момент там 13-16%, это очень высокая. сегодня появилась информация. Да, и вот поэтому, ну, будем откровенны, никто, наверное, не станет компенсировать почти 17% к зарплате, потому что просто инфляция выросла. Наверное, все-таки тут опять надо возвращаться к теории экономики, ну, нормальная инфляция это где-то около 2%, наверное, 2-3% это нормально взять на учет и при зарплатах, и индексации этих зарплат. А 16-17% инфляции, ну, наверное, тут уже надо сказать, неважно, где ты работаешь, неважно, потому что я работал в компаниях, которые вообще не меняли зарплаты за 10 лет, и бывало и такое, да, но 17% никто не станет компенсировать. Наверное, ну, есть некоторый рубеж, до какого, до которого доходя, мы уже должны понимать, что мы должны уже справляться с инфляцией уже и за свой счет, потому что просто это не конкурентоспособность. Так что инфляция берется на счет, но я боюсь не в этом году до конца. Мы тут еще так с первыми двумя гостями, мы больше говорили все-таки с точки зрения работников о том, как изменилась жизнь, что вот мы стали работать удаленно, более гибко стали смотреть как-то на цели и задачи. С точки зрения работодателя именно, что поменял ковид, и видите ли вы сейчас какой-то откат к обратному? Ну, вот как, например, в нашем случае с Андреем, мы от полностью удаленной работы вернулись к там, к двум обязательным дням в офисе. Вот есть какие-то такие, или все-таки прогресс пошел и уже не остановить его? Ну, я должен сказать чуть-чуть, что лично в Светбанке это не было проблемой, потому что где-то 17-18 года банк очень много инвестиций сделал как раз на возможности работать удаленно. Почему? Потому что у нас очень важно все эти перемены и по СО, по климату, про, это, наверное, на русском правильно говорится, долгосрочность, ну, в смысле, ИЛКСП, состояние дилы, чтобы не надо было всегда ехать в офис, только потому что у меня одно совещание, можно и подключиться через интернет. И вот, и когда ковид начинался, у нас было такое, что все там покупали технику, все такое, а мы говорили, слава богу, мы это сделали 2-3 года назад, у нас уже это все есть и система работает. Но опять, что, по-моему, очень важно после ковида, очень многим понравилось работать удаленно, они не хотят возвращаться в офис, и тут опять вторая проблема, надо работать как-то с этими работниками, чтобы их опять привлечь к тому, что приходить в офис это хорошо, это, ну, нужно. А зачем? Во-первых, это эффективность по-другому, например, у меня у самого очень много коллег, которые начинали работать как раз во время ковида, и они говорили, как трудно им было начинать эту работу, потому что не с кем поговорить, они не знают, например, куда пойти, не знают, там, проблема с компьютером, где пойти решить проблему с IT. Если есть коллега, который уже там пару лет работал, он сразу скажет, кому позвонить, может даже сам позвонит, а тот человек брошен в воду, просто сидит и понимает, что он ничего не понимает. А второй момент, очень для многих новых работников было то, что, например, нет возможности учиться с других коллег. Ты работаешь, 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 понимаешь, есть вопрос, который я не понимаю, сразу вопрос коллегам, которые вокруг сидят и говоришь, ну, какие идеи, что я делаю неправильно, сразу имеешь ответ. А еще эмоциональный фактор, наверное, сидишь один и думаешь, все меня бросили, да, а если в коллективе все-таки есть это социализация. Третий момент, и для мотивации, что очень важно, люди, делая паузу, говорят, общаются. Общение очень важно для нашей эмоциональной стороны. И если вы, я, например, я слушал ваш разговор, как вам нравилось работать из дому удаленно, я не могу, я открываю холодильник, а не соцсети дома, да, я не могу, у меня эффективности нет, я должен иметь эту систему, чтобы я пошел на работу. Еще один, наверное, момент, который надо упомянуть, все-таки есть такие позиции, где очень важно это присутствие, потому что, например, когда было самое-самые худшие времена ковида, ну, мы делали уступки даже там, где, например, до этой самой плохой волны, когда у нас была, я не помню, не Делта, наверное, уже после этого, когда оно было, омикрон, да, когда уже очень высокое заболевание было, тогда, конечно, уже понимаю, что надо еще идти дальше и уже позволять удаленно работать может таким функциям, которые до этого приходили. Но, с другой стороны, я говорю, есть критические функции в банках, которые просто удаленно не могут работать из-за безопасности информации и все такого, и просто из-за инфраструктуры, ну, вот этой работы как таковой. Но еще я слышал такую версию, опять-таки, я тут не могу сильно инпут сделать, буду ждать скорее от вас, как это, от экономиста, что еще страдает стоимость зданий, если в них не находятся работники, при этом продолжают тратить расходы на аренду, расходы на отопление, расходы на уборку и так далее, ну, содержание здания в целом, а при этом оно используется не сотнями людей, а парой, несколькими десятками, что это тоже факт. я вам скажу, это не наша ситуация, потому что после ковида мы понимали то, что вот, например, в этих обстоятельствах, когда надо уже предусматривать эти два метра, мы поняли, что наше здание слишком мало для наших работников, к тому же, во время ковида, ну, так сошлось, что и банк очень много людей взял на работу, у нас около двух тысяч работников в данный момент, если все-все-все придут в офис, может случиться, что у нас у всех даже места нет в этом здании, здесь на Кипсале, а это значит уже другая проблема, то, что мы уже понимаем, что мы должны искать дополнительные варианты. Конечно, я знаю, что из клиентов были случаи, когда они говорили, те, которые занимаются офисными зданиями, они говорили, да, во время ковида у нас просто не было компаний, которые снимали наше здание, наши офисы, потому что просто зачем, они экономили, потому что никто не приходит. Но я думаю, это не долгосрочная проблема, потому что опять, ну, например, если фирма понимает, что офис слишком большой стал, потому что все удаленно работают, но офис всегда можно либо отказаться от аренды, либо просто уже продать здание. Очень многие, кстати, продали свои здания, сказали зачем. Проще снять в аренду и тогда уже смотреть. Если что-то меняется, взять офис поменьше, там, квадратуру снизить, а если опять все придут назад на работу, опять взять дополнительные помещения. Ну, наверное, такой тоже завершающий вопрос, учитывая время, у нас не так много остается минут. Прозвучало мнение вот господина Крыжановского по поводу тенденций в работе, в карьере и так далее, в том числе и с точки зрения работодателя, что ему становится важным. Вот у вас, какие вы замечаете изменения, что действительно личные качества становятся более важными или какие-то там, не знаю, какие-то сферы особенно вам важны и нехватка людей. Вот что вы видите в ближайшее будущее? Так, какие-то у нас технические проблемы, к сожалению, мне кажется. Да. Что ж, к сожалению, мой вопрос останется без ответа, так я и не узнаю, что нужно, чтобы устроиться на работу в Светбанк, потому что именно представитель Светбанка и Анис Кропс у нас был, последним гостем, видимо, тут мы уже и не успеем его как-то к себе обратно пригласить. У меня такое ощущение, что... Наш прямой эфир полетел? Возможно. Алло, слышите? Алло, да. Вы мне... Вы просто зависли где-то. Ой, значит, тому зависли они вы. Извините, вот, теперь мы вас слышим. Так вот, какие тенденции в сфере труда с точки зрения именно работодателя? Что нужно сейчас? Совершенно соглашусь в том, что это технологическое время, это модернизация, дигитализация, потому что, например, ежегодно банк инвестирует очень большие деньги и в этих дигитальных уже функциях. Я могу только сказать, например, 20 лет назад была такая профессия оператор счета, оператор конта. Это был человек, которому мы приходили и сказали, вот надо перевести денежку в этот счет, и вы сидели, он вручную это делал. Как только появился интернет-банк, все, клиент начал это делать сам, потому что не надо было больше человек, который вместо вас там мануально будет заводить какой-то конт. И то, что мы видим, то, что технологии, они делают больше возможностей в данный момент. У нас, например, 80% вопросов клиентов это технические вопросы. Как заказать карту, как пойти в филиал, не знаю, как там что-то подключить, отключить. Это все он может сделать сам. И вот такие технические вопросы может помочь сделать наш виртуальный ассистент. И что это делается? У людей, которые работают, работников, у них есть больше времени решать уже более такие вопросы, в которых уже технология не поможет. Например, там уже понимать ситуацию клиента, подходить к эмпатии, то, что робот не имеет. И я полностью соглашусь. По-моему, Ричард это сказал. Это миф. Технология не отнимает работу. Они как раз делают их побольше. Они как раз приносят побольше работы, потому что мы идем в качество больше, потому что технология помогает обработать побольше информацию. А это значит, человек может уже качественнее подходить к вопросам, где эта технология уже не годится. Спасибо большое. Так что я думаю, это вам большое. Я не скромс был у нас на связи. Представитель Светбанка, лучшего работодателя прошлого года по версии портала CVOnline. Вот так мы подошли к концу программы. Не знаю. В общем, выяснили, что нужны технологические навыки, нужны человеческие качества. Мне кажется, самое главное, что мы находимся... Мне очень нравится, когда вот просто ты должен быть очень трудолюбивым, много работать, и все будет классно, но нужно быть... Нужно очень много работать. Но нет, не нужно работать много, нужно работать по уму. Если что-то можно не делать, не делай. А вот если обязательно, то сосредоточь уже все свои силы на том, что действительно нужно. На этом уроке карьеры мы, наверное, и закончим. Это была программа «Кто вам платит?», которую ввел неожиданный дуэт ведущих Артем Липин и Андрей Тимофеев. Мы с вами вдвоем увидимся, возможно, на нашем видеоподкасте «Кинобудет». А через неделю мы уже надеемся, что Эрик Осташкевич и Вадим Родионов вернутся к своим привычным ролям. Спасибо, что нас смотрели и слушали, и до скорых встреч. Спасибо, пока. Продолжение следует...